ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Для Господа есть одна конкретная вещь, на которую мы должны обращать особое внимание. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Да. В давние времена в Израиле был обычай, если кто-то даже не намеренно убивал человека, то родственники погибшего должны были отомстить убийце, лишив жизни одного из членов его семьи. Кровная месть была жестоким и беспощадным обычаем, порождавшим вражду между семьями на многие поколения. В книге судей Господь повелел назначить города-убежища для преступников, спасающихся бегством. Человек, преследуемый мстителем, мог укрыться в таком городе. Как только он входил в ворота, он оказывался под защитой. Одним из таких городов был Хеврон. Во времена, описанные в третьей главе второй книги царств, в Израиле шла гражданская война. Авенир, родственник царя, убил человека по имени Асаил. Брат Асаила, Иоав, поклялся отомстить Авениру. Когда Авенир был у колодца Сира, его догнал посланник Иоава. Охе, миткарев! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Дьявол – опаснейший, коварнейший противник с большим тысячелетним опытом П quieren одолеть Его иначе, как с Божьей помощью Тебе тут понадобится дух развлечения. Дьявол не смог одолеть Христа, и он атаковал его учеников. И атакует их до сих пор. Судить других всегда легко. Появляется чувство собственного превосходства. Ведь даже лучшие воины падали на поле битвы. Не смотрите с усака на тех, кто упал. Лучше скажите себе, я мог бы оказаться на его месте, если бы не милость Божья. Дьявол может отвлекать ваше внимание и незаметно наступать. Можно вести сражение на церковной передовой, но оставить фланги без защиты и внимания, и перестать бодрствовать и молиться. История церкви, кстати, полна таких примеров. Епископы так увлекались доктринами, что они замечали, как зло проникало в их сердца. И тогда ангел сострадания улетал прочь. Бывают, верующие так заняты духовной бранью, там, на высотах, ищут ответы на суетные вопросы, и не находят времени стоять на страже у дверей своего сердца. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы. У каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И они взывали друг к другу и говорили, «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Двумя крылами закрывали лица свои. Это смирение. Поразительная картина. Могучие серафимы брячут в смирении свои лица и громко взывают друг к другу, прославляя Божью святость. Они и сами святы, но они ни слова не говорят о своей святости. Они взывают «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Серафимы – творение прекрасное, полное света и славы, но они не сказали об этом ни слова, они говорили, что вся земля полна Его славы. Они закрывали свою красоту и славу своих лиц, чтобы все видели лицо Божье. Они не соперничали с Господом. Они говорили о Нем и привлекали внимание к Нему, а не к себе самим. Вот божественный пример для всех служителей Божьих – смиренно-мудрее. Иисус говорил о Себе Самом, что Он смирен сердцем. Написано, Он смирил Себя, и поэтому Бог превознес Его выше всех имен. Иисус достиг высочайшего достоинства, как Сын Божий, посредством смирения на кресте. Иисус всегда был послушным Сыном. Зло появилось из гордости. Чеславие, надменность и гордость отвратительны для сердца Бога. Когда Божьи служители становятся эгоистами, хвастают своими заслугами, это противно Господу. Проповедь и Евангелие – это не вид шоу-бизнеса. В трех книгах Библии сказано, Бог противится гордым. Смирение высоко ценится Богом. Но это вовсе не значит, что мы должны быть ниже, чем мы есть. Нужно понять, что у нас есть все основания быть смиренными в Божьих глазах. Мы приходим к Нему, как малые дети. Он никогда не просит у нас ничего, кроме послушания. Этим же качеством обладал Иисус. И поэтому Он даже принял образ раба. Но есть один вид смирения, неправильный по сути. В послании к Колоссянам святой апостол Павел описывает тех, кто обольстился своевольным смиренно-мудрием в служении ангелам. Смирение христианина всегда благородно. Это не оскорбительно и не позорно. Мы не ползаем перед Богом, нет, и не называем себя червями. Бог не хочет, чтобы Его дети были червями. Серафимы были удивительно скромны. Они не любили говорить о себе. Желать признания своих заслуг, естественно, но требовать восхищения – это уже другое. Особенно это касается дела Божьего. Ведь мы можем сделать только то, на что Бог дает силы. Прославление достоин только Бог. Мы не хотим надевать на себя маску смирения. Богу прийти-то обман и притворство. Фарисеи ходили с опущенными головами в знак своего смирения. Они молились, постились, подавали милостыню. Но это все не для того, чтобы понравиться. Их смирение было показным. Почему же мы молимся? Чтобы нас называли великими мужчинами и женщинами молитвы? Иисус сказал, мы должны молиться уединенно, чтобы никто нас не видел. Моисей не знал, что лицо Его сияет. Он был кратчайшим человеком на земле. Кроткому не нужно стараться быть кротким. Иисус омыл ноги ученикам, и при этом Он не разыгрывал спектакль. Для Него это было естественно. В послании от Иакова сказано, Бог противится гордым, но дает благодать смиренным. Христиане, которым писал Иаков, стремились выделиться. Они льстили влиятельным и богатым прихожанам. Бедным же они говорили, постойте в стороне. Иисус никогда не пытался впечатлить богатых людей. Он даже самого царя назвал лисицей. И сказал, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Иаков сказал, Бог дает благодать смиренным. Величие измеряется только смирением, не человеческой славой. У каждого есть шанс достичь величия, благодаря дару смирения. Вы наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Наш отец всегда слышит нас, когда наше намерение созвучно его целям. Мы можем быть уверены, что он слышит. Если скрипач берет правильные ноты, его скрипка звучит идеально, пока он играет один. Но если скрипка не настроена одинаково с другими инструментами, с роялем или с оркестром, любая мелодия будет звучать просто ужасно. Пускай твоя молитва превосходна, но звучит ли она в унисон с волей Божьей? Субтитры создавал DimaTorzok Христианам надлежит вновь вернуть мир и восстановить его для Бога. К сожалению, враг принес большие разрушения, смерть и бесчестие. Молитва нам открывает щедрый Божий арсенал с мощнейшим оружием. Если мы считаем, что нам не нужно молиться, значит, мы просто не понимаем, против кого идем. Если мы считаем, что прекрасно обойдемся и без молитвы, значит, мы просто становимся жалким посмешищем для самого дьявола. Быть без молитвы – значит одно – быть без защиты. Первый ключ к эффективной молитве очень прост. Дорожите Словом Божьим. Откроем главу 15 от Иоанна. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Просто соблюдайте правила, когда молитесь. Они несложные. И нет такого, который нельзя было бы выполнить. Старайтесь просить с верой в Бога. Мы здесь не должны скромничать и бояться, что от наших просьб перегорит небесный предохранитель. Просите – это повеление Христа. Ведь когда мы просим, мы не нарушаем волю Божью, но можем нарушить, если не будем просить. Не надо перед Ним извиняться, если ты просишь не так, как положено, или не соответственно Его воле. Наша забота – просить, так или иначе. А Господь решит Сам, как быть. Он не обозлится, чтобы мы не попросили. Можно так углубиться в эти переживания, что у нас совсем не останется веры, и мы вообще перестанем молиться. Мы, верующие, возвели в ранг высшей добродетели просить только того, чего желает Бог, что уже противоречит тому, что сказал Иисус в главе 15-й от Иоанна, стих 7-й. Просите, чего не пожелаете. Просите, и будет вам. Подготовка к евангелизациям, ходатайство было всегда для нас важнейшим компонентом. Я осознал важность ходатайства, еще будучи молодым человеком. Я получил такой урок, что никогда не забуду его. Однажды, когда я был молодым миссионером в Африке, я посетил одну миссионерскую базу. Был жаркий день, и я сильно захотел пить. Я напился из одного колодца, не зная, что вода в нем была заражена. Очень скоро мне стало плохо. Высокая температура изнуряла меня. День за днем я начал бредить, и в бреду мне привиделось черное одеяло, медленно опускающееся на меня. Я подумал, это смерть. Я умираю. Но вдруг я услышал, как кто-то молится за меня. Это был голос женщины из церкви моего отца за восемь тысяч километров отсюда, на севере Германии. Она молила Бога, чтобы Он сохранил меня и спас мою жизнь. И в этот миг температура спала. Понемногу я поправился. Я написал отцу, «Пожалуйста, пойди к такой-то женщине и спроси их, что было с ней в этот день». Получив ответ, я был потрясен. Женщина сказала, что в тот самый день Святой Дух разбудил ее рано утром и сказал, «Молись за Райнхарда, он в Африке, при смерти». Она молилась на протяжении многих часов, пока, как она сказала, не почувствовала, что пришел прорыв там, в Германии. А у меня в лицо-то спала температура. В тот день я понял, какой силой обладает ходатайственная молитва. Она действует. Позвольте в четырех пунктах выразить, что необходимо ходатую. Номер один. Ходатай должен поддерживать отношения с обеими сторонами. Как я уже говорил, мы знаем людей, но мы также должны знать Бога. Авраам – очень хороший пример человека, знающего Бога. Города Содом и Гомора переживали нравственный упадок, поэтому Бог решил уничтожить их. Он сказал, «Сокрою ли я от Авраама, что собираюсь сделать?» Когда Авраам узнал, что эти два города подлежат уничтожению, он взял и вступился за них перед Богом и пошел очень-очень далеко в своей защите городов. И он смог это сделать, потому что знал и Бога, и города. Он был назван другом Божьим. Почему? Иаков говорит, Авраам веровал Богу, и это, это вменилось ему в праведность. И он был наречен другом Божьим. Верующие должны быть Его ходатаями. Вот что подразумевает Писание, говоря «друг». Иисус сказал, «Я уже не называю вас рабами, я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего». Друг и ходатый всегда будет иметь доступ Господу, сообщая нам что-то не ради нашего любопытства, а чтобы мы молились об этом. Субтитры подогнал «Симон» Номер два. Настоящий ходатый всегда бывает движим чувством заботы. История в книге «Исход 32» кажется странным эпизодом, но в нем видно сердце настоящего ходатая. Моисей был разгневан из-за идолопоклонства израильтян. Израильтяне бежали из Египта после фантастического явления могущества, сделавшего присутствие Бога почти осязаемым. Над ними возвышалась гора Синай с облаком Божьей славы, накрывшим Моисея, взошедшего для беседы с Богом. Люди подумали, что он не вернется больше. Они были буквально пропитаны суевериями Египта и его богов, поэтому сделали золотого тельца, чтобы он повел их обратно в землю рабства. Господь сказал, что он сотрет их всех с лица земли за это чудовищное заблуждение и произведет новый народ от Моисея. Сначала Моисей послал вооруженных мужчин, чтобы избавить Израиль от смутьянов. Однако затем жалость пришла на смену его гневу и он стал умолять Бога пощадить народ, который Бог называл жестоковынным народом. Так в книге Исход 32 Моисей называет их «твой народ». Моисей молился. О, конечно, этот народ совершил ужасный грех, но я все же я прошу тебя прости им этот грех, а если нет, я умоляю, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал. Он не нашел других слов. Настолько силен был прилив сострадания. Он предложил себя в жертву для искупления за совершенный Израилем грех. Его предложение было отвергнуто, поскольку только Сын Божий мог искупить грехи. Но все же это хороший пример истинного ходатая. Это было сделано совершенно добровольно. Моисея никто не принуждал к этому. Он сплотил разобщенные племена в единый народ, наподобие того, как женщина рождает ребенка. Они разбили ему сердце, но он все же защищал их всех от неотвратимой беды, навлеченной их глупостью. Мы молимся о христианском пробуждении. Зачем? Чтобы наполнить церковь, оплатить счета или облегчить труд благовестия как религиозные обязанности? Посмотрите на попытки людей спасти себя, не прибегая к помощи Христа, как они создают себе бессильных богов. Ради них давайте слезы прольем. Давайте станем умолять о них Бога. Богу важно слышать наши сердца, а не просто слова, слетающие с наших уст. сердцем. Теперь третий пункт. Истинный ходатай имеет веру. Все известные из Писания ходатайственные молитвы были запущены в небеса с места, название которому «вера». Вера – это уверенность в искренней, неисчерпаемой доброте Бога. Вера в то, что Он всегда исполняет то, что обещает. Вера – есть вера в Бога, а не просто вера. В какое-то чудо. Библейские ходатай не всегда получали то, чего просили у Бога. Бог слышал Авраама, но все-таки города Содом и Гомора были уничтожены. Молитесь дальше, но отдайте все в руки Божьи, ведь только Господь знает наилучшее решение. А теперь номер четыре. Истинный ходатай наслаждается хвалой и поклонением. В каждом ходатайственном псалме найдется хотя бы одна строка, посвященная прославлению Бога в той или иной форме. Лишь один псалом содержит только жалобу – 88-й. В нем нет ни прошения и нет никакой хвалы. Но ходатайство достигает Бога на крыльях поклонения. Прошение и хвала – это две стороны одной медали. В псалме 104.3 говорится, «Да веселится сердце тех, кто ищет Господа». Ходатай не должны приходить к Богу с обидой на то, что Он когда-то чего-то не сделал. Недовольство – это не молитва. Наша забота о нуждах мира действенна, когда мы молимся, вспоминая и благодаря Его за то, что Он может и будет делать. Молитва Господня начинается так. «Отче наш, да светится имя Твое». Так начинается всякое настоящее ходатайство. А конец такой, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки веков. Аминь. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и всех начальствующих, «Ибо это угодно Спасителю нашему, Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Спасение нации начинается с ходатайства. Это уже полдела. Кто-то другой может быть в центре внимания, проповедуя Евангелие. Пока ты поддерживаешь его или ее своими молитвами, незаметно ни для кого, но именно таких незаметных людей и замечает Бог. Молитесь. Субтитры создавал DimaTorzok